Всем привет! Думаю, это видео будет интересно немногим. Просто у меня накипело, и я хочу высказаться, так сказать, на весь YouTube. А видео это вот на какую тему. Сейчас я вам это покажу. Так, смотрим название группы. Смотрим первую попавшуюся запись. Вопрос заказывался. Это еще ладно. Смотрим дальше. Вот так вот выглядит нормальное объявление о продаже обмене чего-либо. А вот так вот выглядит говноедское объявление о продаже чего-либо. А это касается именно надписи «Пишите в ЛС». «ЛС», 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 «Цену в ЛС», «Еще в ЛС». И опять же в ЛС. В общем, дальше листать нет смысла. А что я хочу сказать. Во-первых, к этой группе у меня, с этой группой у меня отношения не очень. Меня один раз забанили мне просто так. Но это не суть этого видео. Просто я хочу сделать еще видео по просто обзору того говна, который здесь продают, под которым нет комментариев, никто ничего не покупает. Короче, не группа, а лютая параша. Без обид те, кто это видео смотрит из Рязани, но эта группа – дерьмо. А теперь, собственно, почему у меня горит от ВЛС. Сука, почему адекватные люди могут написать цену сразу или в комментариях? Или вести диалог тоже в комментариях? Почему остальные дауны, или не знаю, как вас еще назвать, чуть что сразу ВЛС? Цена – ВЛС. Если вести переговоры, то только в ВЛС. Вы, сука, чего боитесь? Вы че, не можете прилюдно в комментариях писать? Вы вообще не знаю, как вас назвать. Вы че? Почему, ВЛС? Почему нельзя договориться, например, или сторговаться в комментариях? Почему, я замечаю, вот некоторые могут, а две трети группы – нихуя. Почему? Вы что, блядь, боитесь людей? И еще такой момент. Пишите ВЛС, а личка, блядь, закрыта. Вот вы совсем дауны или как? Неужели так сложно открыть личку для всех, а не только для друзей? Или, например, договариваться опять же в комментариях. Почему вы, сука, так всех боитесь? Во-первых, в этой блядской группе за срачи и обсера ничего-либо банят. Во-вторых, не знаю даже, че добавить. Это просто лютый фейспам. Вот, сука, как так можно валять? У меня слова, блядь, нет. Просто меня уже это заебало. Почему даже я всегда, когда че-либо продаю, я так вот не делаю, я не пишу ВЛС, ВЛС, ВЛС. Если че спрашивают, я отвечаю в комментариях. Если пишут ВЛС, я отвечаю ВЛС. Причем, блядь, даже порой пишут так, что хер ты поймешь, а с какой записи? Потому что, бывает, выложил несколько записей, а тебе спрашивают просто тупо. Приходит сообщение цена или обмен или еще что-нибудь. Я, блядь, как должен, сука, догадываться, по какому именно поводу вы мне, блядь, пишете? Почему в нашем ебучем городе столько тупых идиотов? Почему? А вот вам еще один пример. Продам телефон Samsung Galaxy. Модель, ты, сука, не написал. Состояние идеальное. Да, конечно, блядь. Зафото ВЛС. Ты почему, блядь, не можешь просто взять и прикрепить хотя бы одну фотку к записи? Почему, сука, ВЛС? Почему я всегда прикрепляю фотки? Как так можно продавать? Модель не написана, фото нету. Нихуя нету, и он еще хочет это кому-то втюхать за 8 тысяч. Там поди какая-нибудь, блядь, саная бюджетка или какой-нибудь древний Galaxy S+. Пиздец. Вот опять же, все вопросы ВЛС. Блядь, почему ты не можешь ответить в комментариях? Почему? Если вдруг это видео будет смотреть кто-то из тех, кто попал в это видео, не обижайтесь. Просто у меня уже горит. Почему, сука, каждый второй пишет ВЛС? У меня просто горит. Поэтому я решил это видео снять. Никого лично оскорбить я не хочу. Так что, не знаю. Вот типичные идиоты. Подробности ВЛС. Давайте зайдем. И реально ВЛС закрыта. Из... О, и еще заметьте. Мало того, что ВЛС закрыта. Не добавить в друзья. А, блядь, подписаться. 30 друзей, 200 подписчиков. И как тебе, блядь, писать? Ну, вот это, конечно, фейспам полнейший. А вот еще абсолютно типичный пример. Открой ВЛС или добавь в друзья. А если я не хочу всяких левых, неизвестных людей в друзья добавлять? Че ж тогда, сука, не покупать, не продавать, что ли? Вот еще типичный пример. Куплю фото цены ВЛС. Вот тебе, сука, че, мешает зайти сюда и посмотреть, что тебе в комментариях, что ли, накидали? Почему опять ВЛС? Конечно, я догадываюсь сейчас, вот почему половина просит ВЛС. И сейчас я, если... Короче. Я так понимаю, те, кто все хотят ВЛС, сука, не умеют нормально пользоваться контактом. Для всех, кто адекватен, сейчас показываю. Если вы разместили в группе запись, если, например, предложить новость, и ваша запись опубликована, то, что ваша запись опубликована, будет в ответах. Если это открытая группа, с открытой стеной, вы добавили запись, если вам кто-то оставил комментарий, нажимаем ответы и заходим в комментарии. И вот видим, запись в группе, допустим, какой-нибудь 93, я оставлял там комментарий, или же, если бы я эту запись разместил, и кто-то написал что-то, это бы высвечивалось в комментариях. Не надо, сука, лениться. Заходите в ответы, комментарии, и смотрите, что вам там написали. Если вы это, блядь, не умели делать, как можно про это, сука, не знать? Так, насчёт ЛС всё. Я вам уже в начале этого видео сказал, что у меня есть желание записать видео о том, какую же хуету полнейшую постят в этой ебучей барахолке. Чтобы вы понимали, что это будет за видео, так сказать, я буду обсирать всё подряд. Скажу прямо, мне нравится обсирать всякие такие вот высеры, потому что это пиздец какой-то. Вот мозги же должны быть хоть какие-то. Всё-таки, как-никак, уже там, блядь, 20 тысяч подписчиков или 15, я сейчас уже не помню. Пример вот этот. Я вам оставлю здесь, и увидев его, вы решайте, надо ли вам это видео или нет, и при желании отписывайтесь. Например, такой. Читаем. Не покупают ваш телефон, просто обратитесь к нам, и мы купим. Читаем внимательно. Куплю любые телефоны, только рабочие, можно без документов, кредитные, всё в личку. Планшеты не покупаю. И кнопочные телефоны. Куплю любые телефоны, кнопочные телефоны не покупаю. Смотрим ещё один прикол. Планшеты не покупаю. И кнопочные телефоны. Только телефоны. Сука. Ну, как так? Можно было коряво написать. Это раз. Во-вторых, лично мне было бы на свой автомобиль стрёмно лепить вот эту ебанутую наклейку. Куплю сотовые телефоны любых марок. Вот представьте. Сука, названивают каждый день по хуевой туче людей. И все предлагают кнопочные. Кнопочные не покупаю. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Далее. Что касаемо... Так, лагать начал. Понятно. Что касаемо вот этой корявой записи, сейчас я вам ещё кое-что покажу. А вот знаете что? Я вот пока листал... Вот видите, я в поиске вбил вот эту вот часть фразы только телефоны. Я насчитал восемь записей за сегодня. Вот представьте, заходите в группу, листаете, листаете. И восемь раз, сука, эту парашу вы видите. Ну, блядь, ну, вводят же правила. Я не помню, в этой, может быть, такое не ввели, но в более нормальной барахолке за дублирование одной и той же записи более одного раза в сутки бан. Хотя я смотрю, что-то никого не банят, но там, в принципе, так нагло и не особо дублируют. Ну, блядь, восемь раз за день. Ты чё, охуела, что ли, блядь, а? Вот давайте, посчитаем вместе. Смотрите, 28 минут назад. Блядь, да что ж такое, как хочу что-то сделать, так сенсор начинает отказывать. Ладно. В общем, эти даже не восемь, а десять записей были примерно с трёх часов дня. То есть, это за полдня десять записей. Вот, блядь, эта запись, естественно, выкладывается с фейка. Ну, сука, тот, кто за фейком сидит, ты чё, конченая, что ли? Во-первых, она не может исправить. Во-вторых, блядь, прикиньте, вот 20 записей на дню. Сука, почему её ещё не забанили, а? Причём, я замечал, писала с двух разных. То есть, её банили, потом разбанили. Короче, пиздец. Но это не то, что... Но хотел я вам показать другое. Сейчас это найду и продолжим. Вот. В общем, больше комментариев мне найти не удалось. Но тогда я вам скажу так словами. Эту... Не знаю, как её даже назвать. Скорее всего... Блядь, это фейк, так что пусть будет тупая пизда. Эту тупую пизду исправляли и исправляют уже, наверное, пятнадцать или двадцать раз. Ей похуй, абсолютно. Я просто хуею с её наглости и упёртости. Мало того, что она, блядь, выкладывает по двадцать записей в сутки, она не может исправить... она не может дописать хотя бы только сенсорные телефоны или только смартфоны. Я один раз видел после своего комментария, что она дописала слово сенсорные, но следующая запись была опять только телефоны, только телефоны, только телефоны. она, сука, её пытаются нормальные люди поправить, она, блядь, их игнорит. А вот когда ей уже предложение в комментарии скидывают, она отвечает пишите в личко. Я просто хуею с этой, не знаю, блядь, тупой пизды. Не знаю больше, как её назвать. Это откровенная тупая пизда. Я не знаю, кто её нанял такую, блядь, наглую просто, блядь, два или три фейка. Двадцать раз в день, сука. Я бы ушатал её, честное слово. В общем, всё, у меня заканчивается память. Если хотите видео с обсиранием всякого дерьма в этой барахолке и с обзором комментариев, то пишите в комментариях. Всем пока.